Добрый вечер Несколько вступительных коротких фраз Виталий Иванович, добрый день Рад видеть Обычно вот осенью Мы собираемся, ну в смысле когда я выступаю Это около дня ракетных войск и артиллерии А именно это 19 ноября Если кто помнит, то этот праздник установили В честь контрнаступления нашего под Сталинградом А так как сейчас близится 75 лет Великой Отечественной войны То это вдвойне праздник Но так традиционно получилось Что этот день стал не только днем Так сказать, ракетчиков и артиллеристов вообще Но и днем ракетных войск стратегического назначения А я учился в Академии имени Дзержинского Не знаю, почему она так называется Но она была Академией ракетных войск И поэтому всегда мы этот праздник по-особому встречали Поэтому сегодня, хотя я сейчас смотрю Должны быть мои однокашники И вроде они билеты покупали Пока еще никого нету Но несколько человек подойдут Так что пока ракетчиков буду представлять я один Но все-таки традиции должны быть И я каждый раз в эти дни начинаю с одной и той же песни Мой дом – ракетные войска Поясню только немножко Там есть термины В.Р.К – это боевой ракетный комплекс ЗИП – это запасные инструменты и приборы И упоминается некий Мошедаян Который в 70-х годах прошлого века был популярный Это такой одноглазый был министр обороны Израиля Который, кстати, заканчивал нашу Советскую военную академию Кто не знает Итак, с наступающим праздником Мой дом – ракетные войска Я родился на Б.Р.К Но главная часть моя была без ЗИПа И я валяю дурака Люблю и пьянствую пока Люблю до водори и пьянствую до хрипа Шинель повыцвела уже Я на последнем рубеже Но есть гитара и невырванные зубы Ведь я за мир стою в душе Ведь мне даяны и Моше и даже Мао Одинаковы сугубо Но я защитник и оплот Меня ведь партия ведет И говорят, что я давно един с народом Конечно, пью, а кто не пьет Ракета, знаешь, сколько жрет А ничего, летит во всякую погоду Конечно, пью, а кто не пьет Ракета, знаешь, сколько жрет А ничего, летит во всякую погоду Мой дом – ракетные войска Я родился на Б.Р.К Но главная часть моя была без ЗИПа И я валяю дурака Люблю и пьянствую пока Люблю до водори и пьянствую до хрипа Кстати, насчет пьянства и выпивок Ну, видите, нам здесь носят Хотя здесь что-то уж слишком По-моему, большие цены на спиртное Но это бог им судья Вот, но я к тому клоню, что Вы мне не только что То самое смущательное Вы меня будете радовать Если, когда я буду петь А вы будете спокойно выпивать И, так сказать, это себе закусывать Я буду только счастлив, что людям хорошо Потому что я когда спою Я тоже и выпью, и закусываю Я вас догоню в этом смысле Да, ну, еще у нас Вот, чтобы потом поменьше говорить Сначала все скажу Наступают очень любопытные дни Вот буквально через месяц Чуть-чуть с небольшим Будет 40 лет С начала похода Нашей 40-й отдельной армии В Афганистан Иногда мы называем это В боту-бойск в Афганистан Иногда мы называем Афганская война Вот в декабре будет 40 лет Поэтому сегодня будет Достаточно много афганских песен Тогда же в декабре А для меня, кстати, это праздник Я вывод-вод никогда не праздную А ввод всегда праздную Потому что вывод для меня Это предательство А вот это попытка сделать Благородное, честное дело Но это укажет за свое мнение И тогда же в декабре Вот скоро будет 25 лет Начало первой чеченской кампании Это к этому тоже можно По-разному относиться Но я там был и в первую И во вторую кампанию И я уверен, что К сожалению, это было необходимо К ужасу, но это было необходимо Без этого войтись было нельзя Надо было делать по-другому И так далее То есть, короче, сегодня будут И чеченские песни, и афганские песни И, конечно, будет очень много песен Про любовь Потому что, в принципе, Это мое сегодняшнее выступление Как и все мои выступления Оно имеет один девиз Там Война и любовь не бывают случайны Песня называется Девчонки нашего полка Я не о тех, кто ждет нас дома Хоть жизнь их тоже нелегка Грустят под губ Аэродромом Аэродромом девчонки нашего полка Библиотекарша, связистка Официантка, медсестра Стоят их коечки так близко Чтобы шептаться до утра В палатке гладят и стирают Палатки думают о нас Но от любви не умирают Как мы от выстрелов подчас Но вот заходит на посадку С гор прилетевший вертолет И медсестра глядит украдкой На телефон и воду пьет Палаточный, откинув полок Выходит молча за порог Как странен взгляд ее, как долог Как темен мир и как жесток Пусть обошлось, никто не ранен На тех горах, где мы лежим Но долог взгляд ее и странен И ни по-женски не движим А утром четверо девчонок Бегут по взлетной полосе И подполковник озаренок Кричит им, стойте живы всем Я не о тех, кто ждет нас дома Хоть жизнь их тоже нелегка Грустят под губ аэродрома Девчонки нашего полка В прошлое выступление Это зачем? Спасибо Так я и не знал никогда Ну вот, в прошлое выступление я начал одну песню петь И не допел Потому что немножко выпендрился с аккомпанементом Но, правда, песенка длинная Она называется «Далее везде» И у нее есть подзаголовок Это размышления русского офицера О генеральном штабе В принципе, я пытался написать те конфликты В которых, ну вот, человеку примерно моего возраста Который служил в армии Приходилось участвовать Эти места я знаю Не во всех я, так сказать, участвовал Но, по крайней мере, во всех этих местах был И я хочу сейчас эту песню все-таки допеть до конца Но, естественно, она написана не от моего имени А от некого обобщенного имени советского русского офицера Проснулся утром, чую быть в беде Где пил вчера, какие были бабы Лишь помню директиву из генштаба В Афганистан и далее везде Прошел в Афгане Впадины и выси Был в морозилке И в сковороде А до директива На Тбилиси Ну и затем Как водится везде От сулеков Отбился малой кровью Врет, что синяк Остался на груди А из генштаба клич на Приднестровье В Бендеры, Дубасары и везде Потом армяне с айзерами в страхе Сошлись на виноградной борозде Я их мирил на горном Карабахе В Баку и в Сумгаите и везде С таджиками и вовсе было худо Всем бес в ребро, всем кровь на бороде Пришлось пройти отсюда и до туда Таджикистан и далее везде Я разлюбил весь мир юго-восточный Я заскучал по северной звезде Но был направлен директивой срочной В Абхазию и далее везде Но вот осели русские туманы Хотя еще дымились кое-где И я слетал десантом на Балканы На Приштину и далее везде Но тут Чечня не то чтобы восстала Но расхотела горбиться в труде И много наших с дур постреляла И в Грозном, и в Аргунии везде И вновь грузины дурака сваляли Решили осетин зажать в узде И я по транскавказской магистрали Сходил в Схинвал и далее везде Потом я был в Крыму и на Донбассе Весь извалялся в угле и руде Приказа ждал, как перемены в классе Идти бы на Киев далее везде Но сочинил генштаб другую сказку Что вилами писалось на воде Я послан был в окрестностях Дамаска Хмимим, Валепо, далее везде Изгнал ИГИЛ оттуда Чтобы рядом с Россией было на ни черте где Чтоб вновь генштаб командовал парадом В Афганистане, далее везде Пусть вновь генштаб командует парадом Опять в Афгане и опять везде Песня называется Вторая песня о вечной любви Первую я довольно часто пел А вот эту Многие не знают Я, кстати, считаю, что вечная любовь бывает Ей-богу, я так это Уже в моем возрасте Можно понять Ну, вечно как? Ну, конечно, люди расстаются Но если помнишь друг друга Там и снишься друг к другу А почему это не вечная любовь? В ком это вечная? Голькое счастье, сладкая мука Жаркие ласки, время и небес Вечной бывает только разлука Вечной любви не бывало вовек Вечной бывает только разлука Вечной любви не бывало вовек Остановись, оглянись от порога Как горяча, она как молода Вечной бывает только тревога Вечной любви ты не знал никогда Вечной бывает только тревога Вечной любви ты не знал никогда Глупо роптать, поздно плакать от боли От бесконечности встреч и разлук Вечной бывает только неволя Вечной любви не бывало, мой друг Ей от тебя было нужно так мало Остановись, приласкай, погляди Вечной любви на земле не бывало Значит, она еще вся впереди Вечной любви никогда не бывало Значит, она еще вся впереди Я буду сегодня время от времени возвращаться К теме ракетных войск Вот это тоже песня Как бы про ракетные войска Но начинается она по лошадиному А по лошадиному потому что У меня так прошла жизнь Что я много очень занимался с лошадьми Ну, верховой ездой И не просто ездой А как бы писал о лошадях Там это самое Посетил почти все кавалерийские заставы Занимался в так называемых ремэскадронах Где обижает лошадей для службы Вот И такая песня, которая называется «Кавалергарды и драгуны» А в конце концов она о ракетных войсках Кавалергарды и драгуны По эскадронам ушли в века Поводья бросив, порвавши струны И вылив жонку на плац полка Прощай маневры, прощай парады Прощайте глазки из-под платка Прощай аресты, прощай награды Дымки шрапнели и свист клинка Не мыли в галопе, ломали шеи То супостату, а то себе Не мыли гуляли на всю Россию В царевой зале, в курной избе Чернеет трензель, ржавеет стремя Седло рассохлось, погнут клинок Ах, были люди, ах, было время Ах, были кони, ах, был платок Ушли гусары, ушли драгуны И все ж ракетный, закончив бой Мы варим жонку, терзаем струны И ту в платочке берем с собой Здесь есть люди, которые связались в жизнь с десантными войсками И я сам, может, не совсем по праву Потому что, я говорю, так, вроде как Ракетчик, а потом служил на узле связи Генерального штаба под землей А потом вот так получилось, что стал журналистом военным Но много лет я проходил в Тельняшке И не спеть песню про Тельняшку было неправильно Песня называется Тельняшка Под грузом лет Кому не тяжко От рады мало в седине Моя десантная Тельняшка Уже давно не служит мне Я в ней прошел Пусть небольшую Но настоящую войну В ней возвращался в город шую В свою любовь, в свою весну И вновь, как в юности бывалом На берегу реки родной Ее бросал, как покрывало На плечи девушки одной Дрожали синие полоски Девчонок их касаясь плеч И поцелуев отголоски Перебивали нашу речь Еще не раз после Афгана Я в ней летел сквозь небеса И что похлопковые раны Уже не веря в чудеса Нашу гражданскую рубашку И не заглядываю вдаль Но ту десантную тельняшку И ту любовь немного жаль Но ту десантную тельняшку И ту любовь немного жаль А вот я говорил Насчет этой самой лошадиной темы И однажды мне довелось Вместе с кавалерийским полком А у нас такой был Иногда этот полк Называли полк имени Сергея Бондарчука Потому что его вообще создали Для съемок Войны и мира Фильма Вот А потом так и остался полк И мне нужно было писать про него очерк И в общем я прошел с ними Большой-большой марш Мы за один световой день Прошли 100 километров Я вас уверяю Это очень много Там и в полку-то не все выдержали Вот А еще мы вели Каждый рядом с собой Так называемую заводную лошадь То есть это вторая лошадь И ты ее за поводья держишь И ведешь ее рядом с собой Из-за этого еще тяжелее Вот Ну а шли в общем-то из направления Подмосковья Это подмосковье Алабина К Верие Но не прямой дорогой А по всяким там Этим самым Деревням и селам Чтобы лошади копыт Меньше сбивали там На асфальте И сбегались вот Уцелевшие жители И дачники там Девчонки там Одна по-моему бежит Ой Говорит Уходят Уходят И я написал после этого песню Которая называется Как ни странно Серые глаза Эскадрот Идет пыля В белой пене трензеля Собираются девчата Расступаются поля Собираются девчата Расступаются поля Головных я не ленись Ну-ка повод Ну-ка рысь Разберемся на привале С чьими чьи глаза сошлись Разберемся на привале С чьими чьи глаза сошлись Синеглазая строга Смотрит словно на врага Целый день с ней старые бары Чтобы вечером в стога Целый день с ней тары-бары Чтобы вечером в стога С черноглазою небось Все пошло бы в кривь и в кость Целовались бы все время Спали много бы, но врозь Целовались бы все время Спали много бы, но врозь Отношения прояснили бы за часок наедине Отношения прояснили бы за часок наедине Так что головные Не ленись Ну-ка повод Ну-ка рысь Разберемся на привале С чьими чьи глаза сошлись Разберемся на привале С чьими чьи глаза сошлись Спасибо, хорошее что-то Ну я же в одной песне упоминал Город Шуя Для меня это родной город Хотя родился отнюдь и там Я сын военного Родился в каком-то гарнизоне Проездом в Белоруссии Там родители почти не жили Потом была Германия, Украина Вообще черт знает что было Вот, но школу я закончил в городе Шуя И там были первые любови И прочее, прочее И вот картинка 90-х годов Из жизни русской провинции Девчонки, которых я знал, которые любил Большинство ушли в проститутки Потому что больше там вообще нечего было делать Да, но они, многие поступили Там у нас в Шуйский пединстуд Он стал университетом, да Но жить и учиться было невозможно И иногда, знаете, что меня поражало даже Не то, что они как-то похудели Девчонки там, да А иногда смотришь А они где-то раз еще учебники перелистывают В свободное отработанное время Продолжаю учиться Называется девчонка из Шуйского бара А почему тогда в 90-е открылось Ну, для новых бандитов очень много всяких баров И вот где были девчонки Я живу или вижу кошмары Но в ночи не средь белого дня И телом она Но с девчонкой из Шуйского бара Верим в лучшие мы времена Денег нет, но осталась гитара Счастья нет, но осталась душа Ах, девчонка из Шуйского бара Удивительно, как хороша Ей панели, а мне тротуары В этом разницы нет никакой И к девчонке из Шуйского бара Я склоняюсь небритой щекой Между нами чему-то рыбар Помолчим или выпьем вида Не нужна мне сегодня еда Ей сегодня любовь не нужна А в России раздоры свары Голодуха, разруха, разлад И девчонки из Шуйского бара Я последний товарищ и брат Я живу или вижу кошмары Но в ночи и средь белого дня Проститутка из Шуйского бара Охраняет, как ангел, меня Да, девчонка из Шуйского бара Осеняет крылами меня Еще одна песня о женщине, но более известная Иногда спрашивают А про кого ты именно это написал? Называется песня Звезда электронной эстрады И я, к сожалению, должен отвечать Что это образ собирательный Хотя я взял Основные детали От Анны Вески была такая певица Она была в Афганистане тоже, кстати И, кстати, мало кто знает, что у нее брат был советский офицер Страшный разгильяй, но служить хотят И от Эдита Пьехи Так сказать, это вообще мой друг И она тоже была в Афганистане Но больше, конечно, тут похоже на Анны Вески Звезду электронной эстрады Красавицу лет тридцати На точку изжела лопадом Им выпало перевести Она улыбается ярко По лесенке всходит в салон Одетая в темные марки Но бархатный комбинезон Запущен движок вертолетом Ревет и вибрирует мир Оглядываются пилоты Как будто она командир Величественна и лукава Певица кивает слегка Вручая им сладкое право Нести ее под облака Отводят смущенные взгляды Взлетают в эфир, говорят Над рощей Меджела лопада С бесценной ношей парят Потом начинаются горы Вершины близки и грозны Тревожные переговоры Которые ей не слышны Как молодые летчики эти Певица подумалась вдруг Здоровались прямо как дети Смучаясь касания рук С улыбкой встала в салоне Прошла каблучками стуча И две несравненных ладони Накрыли двоюных плеча Но не поглянулись пилоты Не сдрогнули, не напряглись И лишь впереди вертолета Какие-то искры сожглись С минуту стояла меж кресел Вернулась в салон на скамью Ругая свой жест он из песен И чуткую душу свою На точке простилась надменно Шагнула по лесенке в пыль И гордо ступила в военный Подъехавший автомобиль Пилоты плечами пожали Проштрафились Чем и когда Ведь даже что их обстреляли Не знала в салоне звезда Запущен движок вертолета Реветы вибрирует мир Летим как тому пулемету Сквозь зубы сказал командир Кто молодец? Я или командир? Вот вы уже за Афган выпьете? Ребята, третий тост Но я сейчас не буду забиваться Так, за Афган мы уже выпили Хочу спеть одну песню о флоте Потому что помимо еще лошадиных дел Журналистская судьба Меня очень сильно сталкивала с флотом И доводилось плавать на надводных Или ходить, как говорили На надводных, подводных кораблях И прочее А вот сегодня главный, кто нас снимает Юрий Алексеевич Трифоненко Вот и боевой северного флота Я еще почему его упомянул Не просто потому, что его люблю И что нас снимает А обычно он уже на второй день Выкладывает это в ютубе Так что если кто задумает Вспомнить, что у нас сегодня было Это легко взять ютуб Набрать Гнездо глухаря Фамилия Верстаков Ну и дату, вот скажем, сегодняшнюю Там все концерты записаны Ну и так бы на сегодняшнюю Можно посмотреть Я думаю, что уже Юра завтра А для него, как и для советского Боевого морского офицера Для себя и, надеюсь, для кого-то из вас Песня о флоте А что такое флот Воспоминание детства Когда с подругой вы На лодке в первый раз Воды небес и глаз Опасное соседство Ведь что такое флот Когда не любят нас А что такое флот Бессонная работа Арктические льды И черноморский зной Соленая вода Соль молодого пота Ведь что такое флот Когда он не родной А что такое флот Однажды у причала Увидеть, как во сне Знакомые борта И службу, и любовь И жизнь начать сначала Ведь что такое флот Когда он не мечтал А что такое флот Бессмертие и слава Соленские ладьи И наши крейсеры Ведь что такое флот Последний щит державы Последняя любовь Прощальная ура Ведь что такое флот Последний щит державы Последний щит Последний щит Последний щит Прощальная ура Ура! Вот только что я рассказал О Юрии Алексеевичу Немножко, да? Накануне он мне звонит Говорит, вот эту песню Как-то поешь неправильно И поешь вообще ее редко Потому что что такое? Песня называется девятый И вроде там Четыре куплета, говорит Но ты их поешь как-то все Разные четыре куплета Я еле-еле нашел Где она была опубликована Нашел все-таки Правильно поется Полный вариант Я вам сейчас ее покажу То есть Юра Юра, я выполняю Твое указание Песня называется Еще раз повторю Девятый В палатке В палатке Дощатые нары И восемь хороших парней В палатке Играет гитара Девятый Играет на ней В разведке Осталось на сборы Десяток свободных минут Разведка вернется Не скоро Без боя Ее не вернут О чем же ты думал Девятый Когда о любви Ты запел В разведку Уходят Ребята В такую Что как На расстрел Все восемь Уйдут с темнотою Все восемь Погибнут К утру А ты Про чувство Святое К соседке Своей По двору Но слушают Песенку Все же И даже Грустят В тишине Неужто Соседки Похожи На этой Безмолвной Войне В палатке Дощатые нары И восемь Хороших Парней В палатке Играет Гитара Девятый Играет На ней Так Хочу сказать еще раз Что мы люди Простые военные От сахи и стакана И Как мы начали Четко Так мы все будем Продолжать Если бы У нас было записано Что в три часа Мы так в три часа И сделаем Но естественно У нас Скоро Должен быть Антракт Перерыв И перекор Он будет У меня осталось Четыре песни До Перерыва А то я просто знаю Здесь мои Близкие друзья Иногда Когда здесь выступают Вот сидишь в зале Уже Бутылку допил Пошел второй час А он еще первое отделение Не закончил А курить-то хочется? Ну вот песня Которая в общем-то Совпадает с названием Нашего вечера Почти Война и любовь Или Война и любовь Не бывает случайно Быть может смерть уже Стоит у изголовья И утром навсегда И утром навсегда И утром Распахнут окном Ветрами Гендукуша Маячим за окном гражданская война Зачем в чужих горах мы сохранили душу На нынешней войне душа нам не нужна Зачем в чужих горах мы сохранили душу На нынешней войне душа нам не нужна, Усеяна земля, осколками державы, Куда не сделай шаг, кровавые следы не обрести в бою, Ни вечности, ни славы, ни честного креста, Ни жестяной звезды не обрести в бою, Ни вечности, ни славы, ни честного креста, Ни жестяной звезды, И, быть может, смерть уже стоит в изголовье, И утром навсегда расстанемся с тобой, И все-таки любовь останется любовью, И все-таки война останется войной. Ну, я вот сейчас бы хотел отказаться от своих первых слов насчет того, что буду упоминать часто о празднике ракетчиков сегодняшнем, потому что ни один, по-моему, мой однокаждый к ней пришел, а обычный будет мой. Но, раз обещал, то сделаю. У меня есть две песни о Бонифации. Почему Бонифации? Потому что, когда мы учились в Академии, ну, были курсантами. Рядом с нами учились офицеры, а были еще ребятистки, которые учились или совсем после школы, или вот как я, я до этого учился в Московском амбицийном институте, вот, но потом не доучился и ушел в Академию. Вот, но у нас у каждого были прозвища. И в том числе, вот, парень спортивный такой из моего отделения, у него было кличко Бонифации. Он играл в футбол, в хоккее, вообще что-то. У меня первая песня была с припевом «Футболист, хоккеист и балбес». Ну, он действительно был балбес, там, учиться вообще не могу. Вот, ну, ему так эта песня нравилась, что он каждый раз, как мы там выпьем, я гитару возьмем, он говорит, ну, спой про меня песню, ну, спой. А мне неудобно, футболист, хоккеист и балбес. Я решил написать вторую песню про Бонифации. Вот я его спою. Хотя все равно из нее балбес получился. Наш общий друг по кличке Бонифации пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам семнадцать, свалять несложно в жизни дурака. Он не хотел командовать и строить, бои готов, на сне желал крепить. Искал друзей, чтобы было ровно трое, потом искали, где б ее купить. Но закален в сражениях картежных, он мог не спать три ночи и три дня. И мало дев в любви неосторожных чуть и не сгорели от его огня. В РВСР такая дисциплина, любому впору ноги протянуть. А в голове то Оленьке, то Нине, пить или не пить, ударить или поснуть. А ну ударь, а ну-ка вдарь попробуй, отматерись машинным языком. Гори огнем и служба, и учеба, мы с Бонькой здесь от третьего найдем. Наш общий друг по кличке Бонифаций пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам семнадцать, свалять несложно в жизни дурака. Сейчас я споем песню, которая называется «Офицерский романс». У меня вообще очень много песен с таким названием. И мой большой телевизионный фильм еще по центральному телевидению, настоящему советскому, по-моему, в девяностом году как раз, перед распадом страны, он вышел огромный, он тоже назывался «Офицерский романс». И вот там был лейтмотив, это вот именно вот это. Что, Любовь Федоровна? Я думал, что-то мне... А, вспомнил даться. Вот, но ее на прошлом выступлении пела моя дочка Машка. И сейчас все спрашивают, а где Маша, где Маша? А Маша сейчас в Африке, в Египте. На полгода контракт заключила, там где-то и выступает, песня поет. Ну, думаю, вряд ли она выступает. Но я все-таки решил, хотя она и пела это на прошлом моем выступлении, она выходила и спела сама, но спела хорошо, у меня никаких претензий нету. Но она обычно, так как я эту песню написал до чеченских событий, она принципиально поет ее в первом варианте, а после Чечни у меня был другой вариант. И я сейчас хочу спеть именно вот этот второй вариант. А так как Машка нас, конечно, завтра увидит в Ютубе, то я ей передаю большой привет. Машка, привет, ты гигант, я тебя люблю. Машка, привет, ты гигант. Машка, привет, ты гигант, я тебя люблю. 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 Машка, привет, я тебя люблю. Машка, привет, ты гигант, 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 я тебя люблю. Помнишь быструю речку, помнишь девочку тут, С кем сидел у костра? Это было давно, это будет навечно. С этим нам расставаться еще не пора. Пусть девчоночка так стала женщиной старой. И костер прогорел, и река заросла. Есть у нас на двоих автоматы, гитара, И война за окном, и была, не была. А есть у нас на двоих автоматы, гитара, И война за окном, и была, не была. Давайте пожелаем вместе Игорю Николаевичу полного здоровья, восстановления. Как и всем нам, все мы уже не такие здоровые, но покурить все равно. Можно на 15 минут перекур. Игорь Николаевич. Игорь Николаевич.